Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Яма на яме. На еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили состояние республиканских дорог. Большая вода. В Чувашии прогнозируют бурный паводок. Расстаял снег, растаял асфальт. Такая народная шутка. Уже не первую весну гуляют в сети. Плохие дороги после зимы уже перестали кого-то удивлять. Кто виноват в такой ситуации и что делать, сегодня выясняли на еженедельном совещании у главы Чуваши. Яма на яме. Так можно охарактеризовать состояние республиканских дорог после зимы. Дороги разрушаются там, где не проводится ремонт вовремя и там, где нарушаются технологии восстановления. Сейчас на дорогах работают 7 бригад и 21 единица техники. Министр транспорта Владимир Иванов рассказал, что в субботу он проехал по некоторым дорогам республики, чтобы лично проверить состояние трасс. Проинспектированы трассы Чебоксарского, Цивильского, Канарского, Бресинского, Вурнарского и Красноармейского районов. Для поддержания дорог в удовлетворительном состоянии ведутся работы по ямочному ремонту проезжей части дорог. Выездное инспектирование показало, что федеральная трасса находится в нормативном состоянии на предмет ямочности. Из замечаний можно отметить практически полное отсутствие дорожной разметки на исследованной территории. Плохое состояние дорог на подъезде к селу Ивши Хазаны. Сейчас идет ремонт более тысячи квадратных метров дорог. Работают три подрядные организации. Вот Дорстрой, Мизон и КФХ Макарова. Владимир Иванов отметил, что качество и своевременность ремонтных работ не устраивает. Вчера сотрудники Чуваши-Пурдора также выезжали на автодорогу Сура, где вообще работы не проводились. А там достаточно серьезная ямочность и как раз автодорожное покрытие не соответствует нормативному. И мы подрядчикам уже поставили это на вид. И особо будет нужно внимание своевременности, качества выполняемых работ со стороны подрядчиков. Мы их в покое не оставим. 5 миллиардов, 100 миллионов рублей выделяем на дорожное хозяйство. Это огромные средства. В один год мы никогда не выделяли. И практически, если яма образовывается, его должны уже закрывать. На совещании в Дом правительства пригласили основных подрядчиков, которые сейчас ремонтируют дороги. По их словам, они знают о существующих ямах и ждут, когда состоятся аукционы на ремонт проблемных участков. Выполняем ямочный ремонт на своих участках. Мы все поддерживаем. Но ненормативных ям не позволяем производить. Есть трудные участки. Это что по федеральной сети. Озвучили сейчас только в районе Шихазан, потом Загесом и в районе Южкосы. Вот эти тяжелые участки. Но пока вот эти участки не все ждут капитального ремонта. По данным ГИБДД, почти половина аварий случается по вине плохих дорог. С 18 марта за ненадлежащее состояние трассы, а также за несоблюдение требований при строительстве и реконструкции. Страф увеличивается в 10 раз. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Качество дорожного покрытия обсуждали сегодня и на совещании в городской администрации. Продолжение следует... Тщательно следят специалисты администрации. Мало того, свои адреса будущих ремонтов на сайте столицы оставляют и сами жители. С точки зрения безопасности на дорогах города существует и другая проблема. Опасные пешеходные переходы. На пешеходном переходе магазин «Софер» у нас там раз постоянные наезды происходят. Это потому что не один раз, а очень даже такое место очень опасное. Поэтому здесь надо продумать, как сделать, чтобы не было наездов. У нас там дети переходят. Управлению ЖКХ и благоустройство города поручено убрать пешеходный переход в первом полугодии. Напомним, что чуть выше и ниже этого места на площади республики и у Крова МВД есть удобные переходы. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Чувашия вошла в число 34 регионов России, где прогнозируют бурный паводок. На теплые дни и морозные ночи способствуют снижению уровня снега. Пик половодия в Чувашии ожидают 21 марта, хотя календарная норма – начало апреля. Сейчас в республике под угрозой затопления 15 населенных пунктов. Высота снега превышает норму на 120%. Уровень воды в реках постепенно стал расти. За прошедшую неделю на Суре и Цивиле вода поднялась на 15-20 сантиметров. Максимальный уровень воды в Цивиле поднимался в 2005 году, а в Суре – в 2012 году. В 2015 году в Цивильске построили новую дамбу, которая защищает город. Чувашии традиционно от паводка страдает АллатР. Чего ждать в этом году в нашем следующем сюжете. Надо готовиться к большой воде, в любом случае, потому что Мордовия нам подкинет. Леса мордовские, болота мордовские, АллатР действительно переполнится. Не дай бог, Сура чуть-чуть затор встанет и в итоге под горе поплывет. Угрозы пока нет, но готовиться надо к самому неблагоприятному сценарию развития событий. Таков общий настрой участников из нового заседания противопаводковой комиссии в АллатРе. Здесь вода угрожает 200 домам. Всего по республике в зону затопления могут попасть 55 населенных пунктов и более 2200 жителей. До 2015 года подтапливало и Цивильск, а потом там построили дамбу. Подобное сооружение может спасти и АллатР. Через каждые 2-3 года под горе подтапливается. Поэтому чем мучиться веками, лучше один раз решить проблему по берегу укрепительных мероприятий. Если сейчас войти в федеральную целевую программу, в принципе, АллатР тоже забудет свою проблему. Документы на участие в программе уже подали. Сейчас идет экспертиза проекта. Финансирование, а значит и строительство, может начаться в 2018 году, отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашия Александр Коршунов. Ну а пока задача администрации города подготовить места эвакуации людей и животных. Спасатели тоже ждут команды. Все силы и средства наши, которые будут участвовать, которые привлекались уже не однажды здесь для реагирования и для оказания помощи людей, приведены в готовность, будут проведены учения. Что касается докладов синоптиков, они оптимистичные. По таким показателям, как плотность снега, его высота и запас влаги, цифры пока в нашу пользу, отмечают специалисты. Они ниже многолетних средних значений. Ольга Пырышкина, Роман Емелин, Республика. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» сформировала экологический рейтинг субъектов России за три зимних месяца. Чувашия вошла в пятерку самых экологически безопасных регионов страны. Таким образом, Республика улучшила свои позиции, поднявшись шестого на четвертое место. Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия и Москва. Именно так выглядит пятерка экологически чистых мест России. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как состояние воздуха, воды и активность общественных организаций. Как отмечают эксперты «Зеленого патруля», одной из основных экологических проблем регионов является ненадлежащее обращение с отходами. Для ее решения в Чувашию создана инновационная комплексная система переработки и утилизации отходов. Мы все знаем, что в Республике у нас работают проекты «Чистая вода», работают их эффективно, очистные сооружения, запускаем, запустили в первую очередь утилизацию отходов. Это же рейтинг пока за всю зиму, нам надо стремиться третенько отстоять. Что посеешь, что и пожнешь. В районах Республики скоро начнутся весенние полевые работы. На расширенном совещании с главами муниципалитетов обсуждали готовность к посевной кампании. Вся посевная площадь под урожай 2017 года составит 585 тысяч гектаров. Это на 8,7 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 320 тысяч гектаров. В структуре посевных площадей более 50% занимают зерновые и зерновобувые культуры. 38,5% заняты подкормовыми культурами, подкартофель 5,4%, технические культуры 3,7%. По данным Ментельхоза Чувашии, объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики в этом году увеличился на 6,5%. Глава Чувашии заострил внимание руководителей муниципалитетов на проблеме ввода в оборот необрабатываемых земель сельхозназначения. Так, в прошлом году по республике введено в оборот 27,5 тысяч гектаров из выявленных 92. Сергей Артамонов, в свою очередь, заверил, что министерство проведет работу в данном направлении. Все неиспользуемые земли будут изъяты и введены в оборот до конца года. Уровень заболеваемости наркомании в республике снизился более чем на 20%. И этому способствует эффективная профилактическая работа. Такие данные озвучили сегодня на заседании правительственной антинаркотической комиссии. Какие меры еще необходимо предпринять для борьбы с распространением и употреблением наркотиков, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Наркотикам в республике поставлен надежный заслон. Только в прошлом году в МВД региона задержали порядка 300 преступников. За решетку отправили и членов УПГ, состоящие из граждан Украины, Пензенской области и Чувашии, которые наладили поставки психотропных веществ. По уголовному делу изъято из незаконного оборота более 5 килограммов синтетических наркотиков или 18 тысяч разовых доз. Сотрудникам МВД в прошлом году причина деятельности пяти организованных преступных групп, в том числе сформированных по этническому принципу. Всего же за весь прошлый год из оборота было изъято более 35 килограммов наркотиков. Это колоссальная цифра. Причем нередко распространителями становятся жители постсоветских республик, Белоруссии и Украины. Они приезжают, соответственно, среда такая благоприятная. И продавая, одурманивая людей, хотят жить в шоколаде, так скажем, в нашем обществе. Нам надо здесь с органами местного самоуправления работать. Необходимо наладить тотальные контроли за наркопреступностью в среде молодежи. Именно подростки относятся к группе риска. Ситуация со злоупотреблением наркотиками среди несовершеннолетних остается тревожной и связана с сохранением доступности синтетических психоактивных средств. На начало 2017 года зарегистрировано по республике 27 несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами. Оградить подростков от наркотиков обязаны учителя. Но в Минобразовании Республики считают, что преподавателей самих необходимо обучать правилам проведения профилактических бесед со школьниками и студентами. Мы ведем подготовку. В прошлом году обучили более 2100 педагогов. Семинары провели. Бороться с наркотиками в республике продолжат и в рамках акции «Сообщи, где торгуют с пертью». Она стартовала сегодня. От жителей региона будут принимать анонимные звонки о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к обороту наркотиков. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Национальное телевидение «Чувашия» появится на 21-й кнопке уже завтра, 14 марта. Федеральная конкурсная комиссия завершила процедуру выбора обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. Ранее речь шла о том, что телеканалы «Победители» появятся на 21-й кнопке только в апреле. Однако на официальном сайте Роскомнадзора появилась информация о том, что статус обязательного общедоступного телеканала присваивается на всех территориях страны одномоментно с 14 марта 2017 года. Операторы кабельного телевидения уже завтра должны наладить вещание выбранных обязательных общедоступных каналов на 21-й позиции. Почти две недели национальное телевидение «Чувашия» вещает на спутниковой платформе Триколор ТВ. Жители всей республики, а также европейской части страны могут смотреть наши новости, концерты, программы. Мы продолжаем получать приятные отзывы от наших телезрителей, живущих в разных уголках республики и страны. Знаем, что национальное телевидение существует уже в Чувашской республике 5 лет. Но с этого года жизнь наша, жителей районов, преобразилась, можно сказать, потому что не только по себе, я знаю, даже по другим людям знаю, люди много высказывают. Национальное телевидение теперь могут увидеть многие люди, только нажать надо на пульт. Это очень даже хорошо, даже здорово. Очень удобно, очень хорошо теперь сидеть дома, смотреть спектакли чувашские, концерты чувашские. В Чебоксарах разыграли награду по лыжным гонкам среди спортивных семей. Соревнования приурочили к объявленному в республике году матери и отца. В Чебоксары приехали семьи со всех районов республики. Все они одержали победу в муниципальных этапах лыжни. Глава республики отметил, что с участников этих соревнований необходимо брать пример другим. Я хочу выразить искренние слова благодарности за то, что вы ведете здоровый образ жизни, живете правильно. Вас воспитывали свои родители, бабушки, дедушки, мам и пап, а детишек вы сегодня воспитываете в этом же духе. Так что вы все победители, все до финиша придете. До финиша дошли все. Каждая спортивная семья получила подарки. На соревнованиях наградили и самого юного участника гонки. Им стал Дима Юрьев. В свои 9 лет мальчик увлекается не только лыжами, но и плаванием. В его копилке уже есть медали республиканских стартов. Я люблю спорт за то, что дают медали. Призы, кубки. У меня есть уже 10 медалей. Сегодня выступали в Чебоксарском районе. Заняли первое место там, а тоже семейная команда «Мама, папа, я». Так что только ради детей, только для детей стараемся, бегаем, привлекаем спорт. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова